897. У нас ветеранов 4400, то есть 965. Стоит на учёте 937 человек. Сейчас присутствует у нас 72 человека. Как ваши деньги от жильцам должны открыть? Кто заедет, кто за вас. Кто против, кто везде, кто везде, кто везде. Какая вещь? Забрание считается открытым. Для недели, если для дата, надо избрать нам резину. Значит, резину я предлагаю для следующих товарищей. Значит, Шатилов Викторович, читатель районного совета ветеранов, Николай Загружного совета ветеранов, Лобан, Игорь Александрович, Остапов Александров Сергеевич и Егоров Александрович. У кого есть какие предложения? У меня все. Значит, вы седем хорошо занять свои места. Так, уважаемые друзья, продолжаем сохранение. Давайте утвердим повестку дня. На повестку дня выносится следующий вопрос. Отчёт председателя Викторовича ветеранской армитации Егорова, отчёт ревизионной комиссии, выбора нового состава права и совета ветеранов, выбора председателя и выбора председателя ревизионной комиссии. Нормально? Кто за данную повестку прошел голосовать? Единогласно. Дальше. Значит, давайте установим рекламент. Рекламент нашей работы. Сегодня необычно у нас собрание. После отчётного собрания, которое уже длится минут 50, я думаю, будет отчёт депутатов, который находится вот на нашем экзамене. В 2014 году. Тут Герой России у нас Остапов. Я? Я? Хорошо. Значит, давайте утвердим рекламент работы. Кто за то, чтобы докладчику дать до 15 минут, выступающим 3-5 минут? Прошу голосовать. Нет? До 5 минут? Всё, пожалуйста. Одну минуточку. Значит, сейчас предоставим слово Герою России Остапову Александру Сергеевичу. Пожалуйста, Александру Сергеевичу. Да. Уважаемые товарищи, ну, во-первых, прошу вас поприветствовать от Совета ветеранов города Москвы с вашим сегодняшним праздником отчётом. Потому что отчёт – это всегда праздник. Люди отчитываются за свою работу и появляются или удовлетворение этой работы, или наоборот. Выявляются те недостатки, которые надо устранять. В любом случае, это день, когда, общаясь друг с другом, ветераны находят ту дорогу, которую надо идти в дальнейшем, для обеспечения нормального уровня жизни и порядка в вашем районе. Но в начале нашего мероприятия разрешите наградить ваших представителей за активную работу, военно-патриотической работе Егора Александра Дмитриевича. Разрешите вручить памятные подарки, книжки Мезоха, «Испытатели гражданских самолётов» «Лобанову Игору Александровичу». И Шакилову Витру Ивановичу. Герой России, который проживает в вашем микрорайоне, является заслужим лётчиком-испытателем «Гражданская авиация». Дорогие друзья, у нас сегодня присутствует Вера Сергеевна Малинина, «Путиевцев» к Александровичу, новую заместитель главы управы. Пожалуйста. Вот, молодой человек. Я сейчас слово представлю Вере Сергеевне. Пожалуйста, Вера Сергеевна. Дорогие друзья, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, у меня тут тоже награда есть. И, в общем, в самом начале мы решили порадовать наших друзей. Егоров Александр Дмитриевич награждается районным советом ветеранов за большую активную работу и в облагаю. И личный вклад даже. Награждается Рыкова Наталья Аркадьевна, член Совета первичной ветеранской организации 14-го микрорайона. Награждается Корягина Калина Денисовна за большую работу, за активное участие в жизни Наталья Аркадьевна. Награждается, объявляется в благодарность Кулавина и Галине Николаевне за активное участие в жизни Наталья Аркадьевны. Награждается, объявляется, вернее, благодарность Северьяновой Галине Федоровне за активное участие. Член Совета первичной ветеранской организации Клевакина Мария Ивановна за личный вклад в общественную работу. Награждается Кукса Ванда Феликсовна за активное участие в жизни Наталья Аркадьевна, личный вклад в работу. Спасибо вам большое, спасибо огромное. И объявляется в благодарность Цулыкина и Галине Тимофеевне. Спасибо. Так, приступаем сейчас к нашему исполнению рекламы. Слово предоставляется представителем ветеранской организации Егор Александрович. Пожалуйста, Александр Иванович. Уважаемые участники Великой Отечественной войны, уважаемые... Веду так, слышно? Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, ветераны труда, пенсионеры и присутствующие гости здесь. Совет ветеранов 14 района отчитывается на проделанной работы с февраля 2012 года по февраль текущего года. Совет ветеранов 14 года был избран в следующем составе председатель Совета ветеранов Егоров Александр Иванович, заместитель председателя Лобанов Игорь Александрович. Члены Совета Корягина, Семерлук, Северьянов, Клевагина, Кулагина, Целукина, Рыкова. На сегодняшний день состоят на учете участников Великой Отечественной войны 35, инвалидов из них 7, ветеранов вооружения Великой Отечественной войны 147, вновь погибших, мужей и умерших 34, респрессированные у нас узники 4, ветеранов труда 382, пенсионеров 94. За этот период ушли из наших рядов на вечный покой, это я говорю уже, у нас за 2 года ушло 12 человек, участников Великой Отечественной войны, и много ушло у нас из наших рядов ветеранов тоже трудового фронта. Прошу почти память минуты молчания. Прошу садись. Возрастные категории у нас ветеранов как 75 до 8 до 146, с 8 до 90, с 90 у нас старшие люди 27 человек. Совет ветеранов ведет учеб всех категорий, не только по общему списку, но и по каждому дому и подъезду отдельно. Имеет такую связь со старшими по домам, которые оказывают помощь нашим советам ветеранов. Работа совета ветеранов планируется на полугодие с разбивкой по месяцам, с воспособствием успешного решения принятых задач на полугодии. Ветеранская организация работает практически круглый год. На летний период составляется график дежурств, что является соблюдением устава ветеранской организации. Наш совет ветеранов обеспечен для работы помещениям, телефоном, компьютером, прекрасной мебелью, канцелярскими товарами. В настоящее время обеспечена отдачная компьютер, факсов и проще такой. С управы района у ветеранской организации сложились хорошие взаимодействия, а также с муниципалитетом нашего района. Практически совет ветеранов оказывает всестороннюю помощь управе решение социальной задачи. Совет ветеранов района проводил активную работу по выборам мэра Москвы нашего города. Здесь там у нас хорошо поработали, особенно Севрук, Кулевакина и Северяна. Они там были, потому что были такие продуктовы, наборы, которые в честь города нашего Зеленограда были, они работали даже в клубе людей, и даже в субботу работали перед выбором собраться, дайте продуктовый набор граждан. Тесно за ним есть Центр социального обеспечения и другими структурами и это городской организацией Совета ветеранов восстановляет жительным, где решаются все актуальные вопросы по защите прав пенсионеров и престарелых и претворения их жизни. Ветеранская организация Крюков с главой Шатиром Витером помогает и оказывает помощь нашему Совету ветеранам в решении всех поставленных задач. Тем не менее Совет ветеранов право района и нашего Центрального Органа прекрасно понимает, что войска подвиг наших отцов и дедов, подвиг нашего поколения в Великой Одессе войне, подарившую мир и свободу, то есть победу над фашистской Германией, не может победить близких сердцах. Они делают все, чтобы жизнь фронтовиков, дружников тыла была стабильной и достойной. Достаточно сказать, что за последнее время не только все участники Великой Одессе войны, но и дружники тыла, и последнее время даже довод умерших участников получают технику длительной пользы. Это огромная заслуга московского правительства, а работа пожилого человека в наше непростое время. Было выделено холодильников пять, стиральных машин шесть, телевизоров семь. За последние годы наши ветераны пенсионеры пользуются путевки в санатором курортного лечения через наш раз раз забери. Там были они мне сказали 27 человек у нас. Девять человек отдохнули в Болгарии. Санатор лечения получили у нас 23 человека. Это санатор лечения, то есть приезжает врач или там сестра привозит им продукты, в основном участников войны. в репетиционном центре отдохнули нас 10 человек. В Непольском парке тоже 10 человек. Это является главной задачей Совета ветеранов управления муниципалитета нашего района, то есть социальной защиты всех категорий ветеранов пенсионеров. Это меня вела бытовую комиссию Вильянов Калина Федоровна. Кроме того, этого в ее функции вводят проявление по списку всех ветеранов юбиляров 85-90. Их поздравляют на дому, где вручаются скромные подарки и призносят пожелания в просьбе либо в тихо. Это выполняется одним из членов Совета ветеранов. Сделается для того, чтобы одинокие пожилые ветераны не чувствовали себя ущемленными и забытыми. Хочу сказать, что живо живется одиноким ветераном инвалидом, дружником тыла, а ведь каждый из них это легенда. Когда приходишь к ним и вручаешь скромный подарок, у них появляются слезы на глазах. от этого внимания и понимания их жизни. Их можно слушать часами о том, как они воевали, сражались за нашу родину. Патриот, контритив или год к своей родине. Вот что видело нашими дорогими ветеранами и дружинами тыла в годы войны. Конечно же наша работа не была бы такой плодотворной, если бы нет центра социального обслуживания. Под руководством была там у нас Карасева, сейчас Меньшерман. Большой в них штаб обслуживает одиноких, одиноко проживающих ветеранов, участников дружников тыла, одиноких пенсионеров, что их ждет тяжело. Их там ждет дневное пребывание, есть для отдыхающих представлены обеды, концерты, беседы на развитой теме. Там психолог у них есть, юрист есть, там тренажерный зал, медицинский есть обслуживание. А для тех, кто не посещает дневное пребывание, их там доручают каждый год в субботу там поем какой-то ну такой небольшой. В работе по укалеченному памяти погибших, воинов, ветеранов с особым депутатой и ответственностью относятся к павшим солдатам Великой Отечественной войны. Мы исходим из-за того, что эта работа не ограничивается стендами или обелисьскими воинским захоронениям, хотя это бесспорно важный знак памяти нашего народа Великой Отечественной войны. Вознейшим делом воспитания молодежи является встреча и сед ветеранов о подвигах наших предков о мужестве и доблести героев Великой Отечественной войны 41-45 год ослабляют боевые границы. Ветераны Великой Отечественной войны, школьники, студенты, все те, кто неравнодушен к этой своей страны, приходят к братству Марион, чтобы постить память, воинов Второй мировой войны, вырезать свою боль и спорь, помогившим возложить звенки и живые цветы памяти в день боевой славы, день победы, день разгон фашистов под Москвой, день защитника отчетства. В день особенный, я хочу сказать, память и скорби 22-го июня, вот последний год к нам там уже пришло, это уже, наверное, человек 300 пришло, это мы отмечаем 4 часа утра на братской могиле нашего Александровки, деревни, бывшая деревня Александровка. Так что, каждый год там. День защитника этого пляжа, на этой земле, залитой кровью павших воинов, собираются всех, кому дорого этот день. Здесь, на этом месте, воины стояли на снег, чтобы не допустить врага к нашей столице Москве, они отстояли этот рубеж. Хочу сказать, что на этих митингах выступает ветеран прошли сегодня представители управа к руку, муниципликет, особенно хочу сказать, там приезжает батюшка там, это все хорошо, спасибо этому, Виктору Ивановичу, батюшка приезжает, который ежегодно проводит там службу, вот, совершит молитв об Украине погиб с войнами. Память о наших войне, все то, что выстрелил народ в Великое действие войны, это самое дорогое и значимое действие нашей истории, которое нельзя забыть и искренне. Париотическое воспитание школы как раз и ведется на эти традиции, возглавляет движение Лобана Игорь Александрович, сам председатель Совета ветеранов под париотическим воспитанием школы. На территории нашего 14-го района находятся у нас три школы. Это значит одна школа 1151, где мы находимся, 1149, это около поликлиники ИНИЯ, была у нас школа 1702, но она сейчас числится 2045, она то есть присоединяется к школам 20-го микро-района. Но мы все равно посещаем. За четный период приведено там 28 мероприятий, направленных на воспитание детей и школьников, чувство любви к своей родине, России, уважительное отношение к воспитаниям, к воспитателям, учителям, людям старшего поколения, привития любви к труду, учебе, занятия спортом. С этой целью проводили встречи защитников Москвы, ветеранов французников, дружников тыла, бессмертных подвигов, солдат и дружников тыла в городе великой отечественной войны. Вот здесь я хочу сказать, что дружники тыла у нас, конечно, называются хорошо, ветеранов великой отечественной войны. А что мы имеем? Мы не имеем. Мы не можем ни в польский парк попасть, ни в инфляционные цены, даже в санаторное лечение для дому, и то, дружников тыла, якобы мы здесь не пришли, нас не герут. Вот это я хочу вопрос поставить очень серьезный, ведь они же уже по 85-90 лет, они никуда не могут поехать, ни в санаторий, никуда. А юнус, никуда. Только участников вон я себя берут, а дружников берут, как бы их забыли. Прошлись встречи у части 10-х класса школы, 1 в 49, средний ветеран, с увлеками. Воспитники детского дома мы были как раз 72-ю годовщину освобождения немцев битвы под Москвой как раз были присутствуют Лобановы и все. Они устроили хороший концерт, а потом выступили там Люмару у меня и Лобановы. 72-ю годовщину тоже отмечали в этой школе в 11-49, где я был, правда, там один, но там был даже полный зал. Они там сначала выступали, там они сделали такой хороший, как говорится, книжонышку, я принес ее, может, почитали. А потом я перед ним выступал целым залом, вот как здесь нас отставили Москву, на станции Круга. Здесь были бои такие, что самые-самые такие бои, что, я не знаю, потому что все разрушено было, вся станция, там школа, и все, на станции ничего не осталось, там полное место было. И я с ними проводил эту беседу. Так, теперь у нас еще хорошие сложились отношения с детским домом от 14, который у нас сейчас превышает 20-25. Активные прогодисты, прогодисты, воспитатели являются великие хорошие и репки. Существенным недостатком является и по сатистике связь школ Советов Кругерамы, а также в последнее время поубавилось активность школ в проведении мероприятий, связанных с периодом Великой Отечественной войны. Наша задача активнее разъяснять правду Великой Отечественной войны, а не в целом вкладе Красной Армии и всего советского народа, в освобождении народа Европы от фашизма. А то находятся люди, которые искажают всю правду о нашей победе. Мы должны гордиться нашими дедами, которые отдали свою жизнь за свою родину. За счастливое будущее и наше поколение. Задача в ближайшее время усилить работу по воспитанию патриотизма среди идей школьников в связи с праздником 70-летия Великой Отечественной войны 1941-1945 года. Это то есть к 70-летия, мы должны активнейшим участвовать в школах, везде патриотическое воспитание, как и города. Медицинская комиссия, в которой возглавляет СИГУ, за прошедшие два года медицинская комиссия занималась в следующем времени, нуждаясь в санаторно-кровном лечении. Не только участников войны и ветеранам Великой Отечественной войны окажут всех пенсионеров. Ежегодно проверяйте всех участников, инвалидов и вдов умерших мужей, чтобы все прошли медицинское обследование, которое наблюдается в поликлинике 230. В настоящее время после ухода у нас от гормоноидов, она ушла. Нас плохо, в последние два года в нашем совете ветеранов было выделено путевку на санторе, но это я уже вам говорил. В основном это участники войны. В большом сожалению, в основном это участники войны. В большом сожалению, забыты дружбы к датырами. Это они с малых лет работали на предприятиях, фабриках, на полях, сеяли и убирали хлеб. Кормили и доели коров. Все для фронта. Сейчас эти люди, я уже говорил, в преклонном возрасте, и не могут распространять эту дорогу, доехать и отдыхать. Прошу в социальных служб обратить особое внимание на этих пожилых ветеранов и решить вопрос о их защите и этого достойно. Акцион о культурной массовой работе. Это ее разоглавляет Кулагин, функции которого входят в увеличение ветеранов-дружников, ветеранов-пенсионеров во всех культурных массовых мероприятий. Это праздник, концерт, например, праздник в Восьмом, Провод и Машкин, Старый Новый Год, который приведет из библиотеки или в церковь от СССР. Распределение билетов для концертов, которые дают в различные театры. Приглашение до СССР. Дом творчества, детей и молодежи. И там и так надо. А сама Кулагин сейчас выступает в своем каким-то хорном или концерном. Что-то, 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 что-то. Да, все хочет, да. Да, да, да. Вот. Так, а спортивные действия, которым возглавляет Кулагин, был объявлен кокорбе спорта. Ветераны-пенсионеры не остались в стороне. Я активную встречаюсь в все новые спортивные мероприятия. Это посещение бассейна в Алине, где приняли участие у нас уже 20 человек. Состоялось соревнование по игре в бильярд, там наши все выступают в команде. За последние два года мы заняли по району Крюкова первые места. Это бильярды, шашки, шахматы, там дарты, все прочее, там все такое. Финцер, зарядка. В апреле были соревнованы по шахмам, дарты, шахматы, в три идей и прочее. И в течение всего года наши пенсионеры принимали участие в финцер, зарядку. А так принимали участие в соревнованиях, организованных в спорте, комитетам. Это главный график, а вот очень там все. За весь период соревнований, наши советы ветеранов, я уже говорил, первые места, необходимо привлекать в спорт все больше участников ветеранов, все категории ветеранов-пенсионеров. Это будет именно то, что ждут от нас ветеранов, от совета ветеранов. В конце моего доклада хочу сказать добрые слова. Финцер, руководитель управы, инцепутент, договоры, знали ветеранов. За их золотаработку с молодежью, за то, что в районе очень много делаете для того, чтобы наши потомки росли умными, здоровыми, любили род, свою родину, и были внимательны к тем, кто стоял в одежде нашей отчизне, в годы великого детства. Сделает нам огучий держава, достойный в третьем 70-летии Победы, которая будет у нас в 19-м году. Советный ветеран, хочу пожелать благотворной работы во всех направлениях нашего района. Спасибо, вам понравилось. Дорогие друзья, есть предложение, что надо дать партию, когда вы перечислили, да, выступаем, а после этого обсуждать, по-моему, два доклада. Пожалуйста. Ну, конечно, повторяется, мы про все. А вы не говорите, что повторяется. Доклад председатель перевезенной комиссии первичной ветеранской организации 14-го района Грюкова на Черном выборном собрании 18 февраля 2014 года. Уважаемые ветераны, функциональная обязанность организации пенсионеров, ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительских органов, статья 33-я. В центре внимания веземной комиссии находился ветеран, его награды, запросы и участие в общественной работе. Поэтому мы, изучая и контролировали вопрос работы первичной организации о состоянии письменного учета ветеранов, мы можем прямо сказать, что в ветеранской организации наведен порядок в учете, узнаем количество учтенных и дать характеристику сводной ведомости. Под руководством нашего председателя Александра Дмитриевича коллектив в Совете ветеранов 14-го района дружный, работоспособный, отзывчивый на все просьбы. Какой можно сделать вывод из проверки? Учет соответствует требованиям предъявленным первичной организацией. Вместе с тем, Совет первичной организации следует обратить самое пристальное внимание на количественный рост ветеранских организаций. Складывается внимание, в районе, примерно по данным социальных служб, 300 пенсионеров, а на учете ветеранской организации состоит только 100, что составляет всего 30%. Ревизионная комиссия из отчетного периода деляла серьезное внимание в социальной защите ветеранов и в материально-ботовых условиях жизни, в состоянии медицинского обслуживания. Мы должны отметить, что в целом Совет значительно лучше улучшил свою работу. Ревизионная комиссия работала в этом направлении в течение отчетного периода. Мы постоянно отслеживали работу первичной ветеранской организации и во второй половине 2013 года. Проверили работу по вопросам социального обеспечения ветеранов и взаимодействия с комплексными центрами социальной обеспеченности. Все это говорит о том, что Совет ветеранов воплощает основную задачу и по социальной защите ветеранов определенную уставу. Однако из-за неправильной работы в ревизионной комиссии является учет и контроль материально-технических средств и других материальных ценностей, находящихся в ведомости ветеранской организации. У Совета ветеранов есть помещение в хорошем состоянии, есть необходимая мебель. Совет обеспечен современными техническими средствами, все находится в бережном состоянии. Районный Совет ветеранов сделан подписку на газеты для нашего Совета. Российская газета «Ветеран». Аргументы, факты и другое. Подписки должны быть на узорах на это. У нашей первичной ветеранской организации спонсоров нет. Денежных средств за отчетный период нет, не поступало. Ревизионная комиссия провела ревизионную деятельность Совета ветеранов в вопросах выполнения ими уставных требований и пришла к выводу нарушений не обнаружено. В качестве пожелания необходимо усилить работу в плане увеличения количественного состава пенсионеров. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо вам. Дорогие друзья, мы закончили доклады. Доклады. Давайте присутствуем к обсуждению. Не возражаете? Слово предоставляет специальной медицинской комиссии Валентине Павловне Севок. Пожалуйста, Тирболу. Недавно она была недавно имела день рождения. Мое печание. Иди сюда, сюда. Продолжение следует... Учет ветеранов в офисе 41 по 45 год. Всего на учете состоят По статье 20-й это дружили белых 144 человека. Из них женщин 110, мужчин 34. Одиноких из детей 22 человека, до, после войны 45-го года 23 человека. Юбиляров 17 человек. Долгожители от 91-го года по 97-й год 16 человек. Всех ветеранов я поздравляю с днем рождения. В управу Кругова мы подаем списки юбиляров. Большое спасибо управе Кругова и нашему председателю Александру Дмитриевичу за предоставленные подарки для юбиляров. У кого юбилей, мы ходим по домам и поздравляем, вручаем подарки. Хотелось бы пожелать нашим депутатам, чтобы вели приемы хотя бы раз в месяц у нас в совете ветеранов. Например, Шагилу Виктору Ивановичу надо ехать на прием в 20-й микрорайон. Мне говорили, что были у него на приеме ветераны, и он помогал им в решении вопросов. Также хочется сказать спасибо за помощь Малинины Вере Сергеевне, конкретно за корпус 1459. По поводу установки гола, что вдоль корпуса, чтобы не ставили машинные тротуары. С такими бы вопросами, как старший по подъезду, я к ней не обращалась, всегда эти вопросы решались. Теперь немного о медицине, потому что я веду еще медицину. Так как я веду этот учет, председателем медицинской комиссии является Щедорина Антонина Сергеевна. Врачей у нас не хватает, особенно специалистов. К ним очень сложно записаться. Придя в полетвиньку 201-я, стало им нужно вместо 130. Когда у меня спрашивают ветеранов, как записаться на прием к врачу, я им советую записываться через Москву. На встрече с главным врачом. Что-что? На Москве тоже позвонилась. Не знаю. Я записываюсь лично так же. И вот Кукса у меня. Иван Греев спрашивал. Я вам дала это телефон. Так что, не знаю. По крайней мере, меня записывали. На встрече с главным врачом и другими врачами. Поликлиники говорят, что все хорошо с свободными лекарствами. Хотя те лекарства, которые нужны лекарствам, отсутствуют. Выдается ли замена, от которых совсем другой эффект. Больные сидят минимум по 3 часа в терапевту, чтобы получить талон к специалистам и направления для сдачи анализов. Как вариант, на встрече с руководителем поликлиники предлагали, чтобы поликлиника была полностью укомплектована врачами. Предоставлять им хотя бы служебные квартиры. Тогда вопрос с врачами будет решен. Даже не хватает врачей. Ну и вот все то, что я хотела вам сказать. И хочу еще добавить от себя. В этом году первый раз вижу эту всю аудиторию. Желаю вам счастья, здоровья, успехов. Чтобы конь, лошадь, коня привез, но привез с ума всем. Молодец. Кто представляется в Кулане Нагалине Николаевне, официальная комиссия культурного масла? Это фанатик, ребятки. Фанатик. Фанатик. Здесь почти я уже все буду сказать на нашей работе. Огонь работе. Работа громадная у нас. Здесь поразила была проведена. Спасибо всем нашему городу, который нам предоставляет бесплатные посещения концертов, библиотек, различных тематических встреч. Особенная благодарность, конечно, библиотеки 6-го района, центральной библиотеки. Там очень много проводилось концертов. Играли верующие листы, пианисты. Там Евгения Градова очень часто выступает со своим ансамблем и со своими учениками. Поэтому низкие поклоны этой библиотеки. Потом, значит, власти города предоставляют нам посещение мероприятий Старый Петефон. Это дворец культуры нашего города. Дворец культуры Фильдоград. Вокальные вечера там проводятся. Бельканта, самодетие, но оперные певцы выступают. Также проводятся тематические вечера. Серебренные звуки. Поехали гор-корчет. Замечательно. Там несколько хоров. И детские, и взрослые хоры. Замечательно. Вот это все ветераны посещают. Большое спасибо, конечно, Нине Карташову, которая проводит прекрасные вечера. Вот недавно пел Василий Пьевов. Там оперный певец. Вот ветераны мне сообщили, что очень даже понравилось. И от них, от нашего района, огромная благодарность Нине Карташовой и директору городца культуры Зеленоградским. Также вот нам предоставляются, иногда бывают автобусные поездки. Но, к сожалению, места очень мало для нашего района. Поэтому очень бы хотелось, чтобы все посещали. Очень хотят люди ездить. Но мы так вот, понимаете, меняем людей. То одни поедут на экскурсии, то другие. Но места очень мало на экскурсии, к сожалению. Вот. Ну что еще? Какие у нас службы? Вот в основном, конечно, очень просят эти раны экскурсионной поездки. И они у нас очень активные, заинтересованные, неравнодушные очень все. Замечательные люди. Ходим мы на концерты. Особенно в прошлом году много было посещений. Театр бесплатный, хат имени Чехова. Мы посещали потом театра Билеты. Там были годные билеты. Даже по 100 рублей мы по ветеранским удостоверениям брали. В этом году что-то более, там, вялое это движение. Но нам все равно районной культурки обещают, что будут годные билеты. Вот сейчас уже есть такое движение, что в Цыганский театр будут билеты по годным ценам. И потом будут массы будет опер в Кремлевском дворце съездов. Это там такие, как «Корсан», как «Жульетта» даже. И так далее, там, классические, пять или шесть опер. Вот это будет за период с апреля, с марта по май месяц. Поэтому мы вас всех обзвоним по возможности. Еще есть у нас, значит, два самодеятельных ансамбля. Такой, как Иволка, руководитель Николая Денизамайкова. Она же еще и композитор. Вот мы у нее поем в ансамбле. Из нашего района пять ветеранов участвуют. В частности, я там тоже в этом анске пою. Вот, так что ей низкий подгон, Ирина Николаевна не заманила. Но, к сожалению, она болеет, она не могла быть. А мы распеваем даже, вот, теперь у нас есть районный город. Он называется, Александр Минчич забыл название? Он называется «Зори Крюкова». И вот мы ее песни тоже распеваем, Ирина Николаевна, на стихе «Зеноградский поэта». Немножко забыл. «Зори Крюкова». Вот, мы вас будем обещать, когда будут концерты. И по возможности приглашать всех, если, конечно, вам будет интересно. Вот мы таким образом проводим работу. Работа многогранная, интересная. Но все остальное, все впереди. Так что мы работаем, стараемся. Вот, как он. Спасибо. Так, оценка удовлетворительная, я понял, Валентина Павловна Торо, да? Оценку добрую. Оценку в работе, в Совет Ветеранах. Все хорошо. Так, дорогие друзья, я сейчас выступлю, приготовится герой России, Остапа Александровна Сергеевича. Вот, я смотрю на вас и думаю, какие вы замечательные люди. Вы понимаете, это же, это интеллект потенциал нашей страны. Это люди, которые заражены. Вот то, мы, вот у нас Сидыкул, а душа-то молодая. Вот Людмила Борисовна. Вот она сидит. Борисовна. Вот смотрите, чемпионат мира по легкой атлетике. Кто? Едет, ездит, ездит, ездит. Мать шестерых детей. Мать шестерых детей, это я не сказал еще. Седьмого ворота, поскольку. Значит, ветеранская организация, она по территории самая большая. По территории. Четырых срывов. Ветеранская организация, ее ведет товарищ, который уже 20 лет работает. Он сам по себе носитель традиций, обычаев и так далее. И Александр Дмитриевич, это такой золотой человек. Вот мы с ним, вот правда, вот с ним приятно говорить. С ним всегда приятно говорить. Вот недавно Валентин Павлович, замечательный юбилей, я был там, конечно, как же. Вы знаете, как о нем тепло отзывали. Сметал, было приятно. Сидеть, слушать и думать. Какое замечание, Саша. Поэтому я долго не буду говорить. Ветеранская организация на правильном пути. Совет ветеранов тоже на правильном. Аценка, я считаю, что полдива в Туариде. Пожалуйста. Уважаемые ветераны. Естественно, ветеранская среда является авангардом населения нашего Зеленограда и 14 микрорайонов в частности. Это самая требовательная, самая такая активная часть населения, которая и требует и от нас, депутатов, и от руководства районов, выполнения многих вещей, которые требуются по закону. Ничего постороннего вы не требуете. Вы требуете то, что вам должны дать. Однако, все это хорошо. И коценка удовлетворительная, согласен. Заслужила ветеранская организация 14 микрорайонов. Но я не услышал ни в докладе, ни в выступлениях, а все-таки, какую отдачу вы даете для молодежи. На вашей территории находятся две школы. Какую патриотическую работу вы здесь ведете? Раз. Нет, не отражено ни в докладах, но вообще-то надо. Потому что ваше участие здесь необходимо. Здесь и музейная работа, здесь и работа с ребятами, здесь и работа с военно-патриотическими клубами. А ведь у вас и опыт, и знания, и умения. И честно сказать, по сравнению даже с округом, который через дорогу, микрорайон в 15-м, у вас эта работа несколько слабее. Тут я вам даже и ругаться не надо. Это факт. Всего лишь две школы, которые требуют внимания. Однако есть ли оно? Вот на это надо, я думаю, задуматься. Потом тоже. С 1 февраля у нас в городе идет смотр музеев. Школьных, которые закончатся в 15-м году. А как оно, сформирована у вас комиссия для работы, для работы в этих школах, для осмотра этих музеев или не сформирована? Тоже не прозвучало, есть такая система или нет? У вас есть музеи, правда плохо от ней, но есть. Есть такой музей. Ну не решали. Вот вы сейчас говорите правильно. Нет. А кто виноват, что у вас их нет? Почему в 15-м микрорайоне в каждой школе есть музеи? И есть, которые выделить можно в лучшую сторону. Есть, которые можно пожурить, поправить. В 20-м микрорайоне новый район, новые две школы, новых два музея. Причем великолепные два музея. Потом работа с кадрами. Да, увы, мы вынуждены признать, что возраст это не улучшает наш жизненный тонус. Надо готовить и замену кадровую потихоньку. Есть резервы. А это откуда? Это из ветеранских организаций вооруженных сил. Там ребята по 50 лет, которые могут эту работу вести. И, кстати, некоторые работают и в школах, преподавателями ОБЖ и наставниками порядка патриотических вопросов. Однако, ветеранская организация их достаточно, наверное, не нагружает и не требует от них отчета. А это надо иметь. Впереди у нас такой праздник великий, как 70 лет победы. Всю свою работу, главная цель нашей работы ветеранских организаций является достойной встречи этого праздника. Для этого надо провести и большую работу по военно-патриотической, патриотической работе, гражданскую ОБЖ и много других. Элементам, которые запланированы в городском плане. Есть целое постановление мэра города о подготовке и встрече 70-летия победы. Вы знаете, что подписан договор между руководителем департамента образования и советом ветерана по взаимодействию, по патриотическому воспитанию с молодежью. Какова роль вашего микрорайона, ветерану вашего микрорайона? Это тоже в докладе не прозвучало. А я считаю, это надо. Надо, если эта работа не на должном уровне, ее поднять. И показать, что именно ветераны могут эту работу делать и делать на должном уровне. Ну и социальные проблемы. Самая сложная проблема именно для вас личная – это решение социальных проблем. Ну сейчас прозвучали в медицину определенные упреки, но этого мало. Здесь у нас, наверное, есть и ряд вопросов. И к Сабезу, и к Многофункциональному центру тоже. Потому что теперь все справки, которые выбрали раньше в пенсионном фонде и в других организациях, теперь надо будет идти туда получать. А это не ближний свет, это 20-й микрорайон. И довольно-таки загруженное заведение. Это мы из собственного быта вам говорим. Потом у многих приходит момент замены, смены карточек социальных. Тоже проблема сейчас. И вас будут гонять по кругу, но факт есть факт. Опять же, какая роль ветеранская организация в решении этих проблем? Тоже надо ставить эти вопросы. Это полезные вопросы, которые надо решать. И вот здесь правильно тоже ответ выступлением прозвучало, что ходили на встречу с депутатом аж 20-й микрорайон. Но почему ходили с депутатом в 20-й микрорайон, когда прием ведется в 14-й, в 44-й. И мы сидим там всегда ждем вас. Потому что ваши замечания, ваши требования самые ценные. Потому что вы подходите разумно. Не как пацаны, как некоторые, тут голосуют непонятно за что. А в результате мы потом получаем головную боль. Вот как мы трогаем в 15-й микрорайоне, 15-й, 19-й. У нас такая бомба готовится в 14-й, а какое ваше мнение, мы не знаем. Фактически-то там присутствовали не пацаны, и то неизвестно откуда. Три человека из людей возраста, которые живут там, которые против строительства это было. Но это один из элементов. Мы рассматриваем строительство, ремонт и реорганизацию придомовых территорий, ремонт подъезда. Но мы не имеем зачастую обратной связи. Вот я принимал подъезды 14-й, 20-й, 20-й, 30-й. Днем уйдешь, стучишься, ну там все же на работе, никого же нет. К вечеру поймаешь, ну слышишь иногда просто вот такой ответ, который равнодушен. А человек живет в подъезде, наверное же в доме хочется иметь какой-то и порядок, и чистоту, и аккуратность, чтобы было приятно прийти домой. Это дом наш. Это не только в квартире, это и подъезд, и придомовая территория. Тут вопросов много. Это все работы вот, вопросы вот этого вот. ЖКХ, вот именно. Поэтому приходите к нам с этими проблемами, если есть конкретные. А вот насчет толпу давайте говорить уже конкретно и не на этом соединении. Так что работа, можно признать, отворительная, но работу по матриотическому воспитанию и работу с молодежью, наверное, надо поднимать. Вот приятно работать с молодежью, когда вручающих партнерах. И молодежи в 14-м микрорайонах, и других микрорайонах. Ребята светятся глаза, потому что они вступают в новую жизнь. А вот ветеранов там рядом нет, родители присутствуют. А иногда хотелось бы услышать и голос ветеранов, потому что это голос на будстве в дальнейшую жизнь. Парни, девчонки, которые вступают в свой возраст, когда он становится гражданином государства. Поэтому оценка, конечно, удовлетворительная. Работу вы делаете большую. Но хотелось бы, чтобы мы работали более тесно, более сплоченно и более конкретно. Потому что впереди много событий, но особенно вот этот год. Главная задача – это достойность встречи с мастер-летием победы. Это сложный момент. Потому что даже планы, которые существуют и в районе, и в округе, зачастую имеют масса пробоев, которые не соответствуют тем требованиям, которые сейчас предъявлены и городу, и к нашему месту идутся. Четыре разных крают, а Зеленоград где-то, Крюково – это единственное место, где шли бои. Поэтому надо вот эту тему поднимать, добиваться, чтобы эти места были ухоженные, где всегда были бы живые цветы, и всегда можно было бы встретить и ветеранов, и молодежи. Спасибо большое. Так, дорогие друзья, у нас записался еще один церковь. Мерседер, вы не говорите? Нет? Значит, хорошо. Хорошо. Еще два человека, да? Пожалуйста. Пожалуйста. Да. Хорошо. Я сам тоже с 16-го района. Ну, мне хотелось бы отметить, что наша власть, управа, муниципалитета, она всегда вот, на всех первичных собраниях, всегда бывает. Но это подчеркивает о том, что близкие они к нам. Это я не в порядке подхалимажа, а я знаю по делу. Они всегда с нами, всегда. И в жизни там. Ну, это одно. Но мне только вот что. Вот сегодня четкое собрание. Был обращение президента там. И мы все знаем, и без президента знаем, что надо воспитывать наше поколение. Ну, жаль, что вот три школы. Никого из школы. Я имею в виду там, заучили, по воспитателям работе, или если они сейчас идут. Никого нет. Потому что мы говорим о воспитании, о том послании президента. Надо не только молодежь, но и население. Население как соберет? Это я не понимаю. Практически выполняет. Ну, в школах мы можем что сделать. Да, нам, конечно, аудиторию никто не представит. Потому что планы у них. Вот по каким-то дням, солидному. Завтра у нас будет бывший 19.40. Там мы будем проводить 20-летие вывод войск. Как раз не у сочи и отечества. Но, чтобы вот это вот... Вы знаете, вот я помню, кто-то где-то было так вот. Кто в прошлое выстроил из пистолета, из будущего, из пушки получил. Поэтому, как нам это решить, проблему? Я почему-то задал вопрос о школе. Вот, надо воспитывать самих педагогов. Но школа, школа должна повернуться лицом к проблемам, вот к нашим общим проблемам, к ветеранам. А мы все, все сидящие, это насилие славных, боевых и трудовых традиций и нрав, высокой нравственности. Поэтому власть, просьба власти, чтобы это, конечно, надо исправить. А будущее собрание мы будут, значит, начало положили здесь. И вот, наверное, вот мне просьба как-то расшевелить надо наши учебные заведения. Чтобы они знали, что ветераны беспокоятся о будущем. И они тоже беспокоятся. Ну, воспитывать надо учителей, потому что они молодые. А не знаю, по книжкам Сороса, там, и так далее, и так далее. Спасибо. Значит, дорогие друзья, мы приглашали сегодня и отдали. Я прошу. Ну, конечно. Да, конечно. Вон не тоже коридор. Тем более, пожалуйста. Мы отдали график проведения главного врача. Ходили специально. Мы отдали приглашение Сафоновой. И школы. Вы, вот смотрите, пришли наши уважаемые люди, а больше никого нет. Когда им нужно, они бегут к нам. Значит, прекратить это безобразие. Ладно? Пусть они к нам, а не мы к ним. Слово предоставляет Сахаризова, Володя, пожалуйста. Подполковник. Значит, все же коротко. Добрый день, все. Во-первых, я вот на ваш вопрос можно сразу ответить? Подойдите к президенту, так мы все свои собрания проводим. Я же со мной. Я вот в Валярку. Хорошо. Значит, я вам сразу отвечу на вопрос. Почему здесь многих людей нет? У нас только человек состоит, сколько? 900 миллионов пенсионеров. Здесь присутствует 70 группы. И то с разных районов. Значит, потому что нет у нас никакой информации. Вот вы говорили, что у вас в Совете Ветерановых есть и факс, и макс, и бакс. Ну, сделайте тогда объявление, напишите. Мы в вопроске объявления есть. Что вот сегодня состоится такое собрание. Люди возле газеты, сейчас я газеты, я тебе скажу. Приходит газета. Такого-то числа, которое было вчера. А газета, прихожая, не только через день. Состоится отчетный собрание. Как я на него могу упасть? Когда я в этом не смогу. Оно уже прошло. Приходит информация. Вот это один из вопросов, на которые, я думаю, это больше, наверное, муниципалитет. Надо обратить внимание. Потому что информация будет стоять людей. Что касается этого работы. Значит, ну вот уже Александр Сергеевич не сказал. В принципе, в докладе не прозвучал. Но никакой предприятий. Значит, то, что там от учетов, может быть, мой вопрос. Вот сейчас 25 лет, где-то было 8 из Уданистана. Сколько территории 14-го района живет в войне в Афганске? Все. Я вам гарантирую ответ на место. Вот так. Сейчас мой вопрос в Чечне. То же самое. Ведь люди, которые прошли через эти события, понимаете? Оль, я думаю, что у нас может быть кто-то. Про войну категорическую работу, говорить. Я не буду здесь очень здорово было сказать. Нет? Ну, так мне попало, что я и нарасту в системе, да? Олимпиаде участвует в школу, в этом самом доме творчества. Вы знаете, с какими глазами в Афганске смотрели, когда разговор шел про курс и любитель? Как у нас, когда у нас 5 человек, мы произвели, как нам оплатили? Ну, это один, два, загадка. Все. Больше я так не попадал, не привлекал. Подружи не терпили вас. Александр, вы обращались, чтобы с кем-то бывалом ченциализации пойти, там, в Шейди да попомбить. Это мой вопрос. А потом, это все будет. Значит, вам может, как-то еще вопрос. Вот. Подружи не комплинула. И что-то никаким. И фронтам, и прочее. Наши... Чих-чих-чих. Я не успею, я буду с вами выстрелить. Наш Александр Васильевич. Очень большая просьба, это все практики, мы, по спорту, я больше как-то так связан с факторами, чтобы проводить соревнования между нашими этими, вот, по крыму, у нас самый здоровый район. Конкретно. У нас, получается, все соревнования проводятся. Птичка, ну, галочку, птичка, как хотите назвать. Пришел Владимир Дмитриевич, да. Вот я так не так сыграл, и все, птичка, результат, пришел. У меня есть конкретное предложение. У вас там в штате, по-моему, ваши четыре человека по спортивно-массовой и культурной работе. Ну, выделите одного человека, чтобы он занимался, чтобы каждый месяц у нас были какие-то соревнования. Неужели, вот, я с ним говорил, он говорит, у нас нет теннисов столб, мы не будем провести соревнования. А на Олимпиаду, когда мы идем на город, последнее место. А какое еще уходим? Ведь есть же у нас там секция, можно спокойно в этой рамке договориться, о том, и тренера. Пожалуйста, придут, многие пойдут, поиграют в теннис. Тем более, это все бесплатно. Ну, наверное, пока больше не будет. Но это лучше спортсмены. Спасибо. Так, дорогие друзья, у нас еще два человека есть. Дадим слово. Дадим слово. Дадим слово. Спасибо. О, полковник Косарев, я приготовился вам. Последний заключитель. Не возражаете, да? Два человека выступят. Кто за то, чтобы предотвратить в мере, просто голосовать. Все, пожалуйста. Я не хочу принижать роль ветерана труда. Не хочу принижать роль ветерана труда. Но вот на некоторые вопросы оратор уже ответил. Я хочу предложить вам следующее, как говорится, ну, свои предложения сделать. Благодаря вот Малининой, Вере Сергеевны, мы попали в афганцы. Вот она там, если кто-то, она там организовала, мы туда попали. На встречу школьников с афганцами. Вы знаете, они такой концерт устроили. Потом так нас радушно приняли, афганцев, вот ветеран. Ну, слез на глазах были. Я живу вот буквально около школы, ну, в 30 метрах. Меня тут в 15 районки приглашают почему-то выступать. Хотелось бы здесь вот, действительно, есть что сказать. Воевал, раменный, контуженный, ордена не один, а много. Поэтому могу поделиться опытом, могу рассказать, как говорится, завлечь. Это первое. И второе. Я буду обращаться. Вот, меня Маша Клевакина случайно заманила в городке. Ну, по плаванию мы занимали первое место, она знает, вот тут, вот так радили. По плаванию, по городкам. Я хочу пробить, вот для наших, для наших, как говорится, ветеранов нашего района, площадку. Я берусь, берусь все эти бекадню и так далее, брать на себя. Мне нужна площадка, вот, и, как посмотрите, сердце у вас в городке, потому что эта игра, она от вот такого и, да, объединяется, понимаете. Поэтому у меня вот такое объявление, что желательно, ну, Виктор Иванович может помочь мне, нам выбрать площадку в шаговой доступности. На той стороне, там, две площадки у нас, я думаю, на нашей стороне. Не важно, в нашем районе. Да, я согласен. Очень, очень и очень, и очень такая вещь. Тихо, тихо. Спасибо. Да, дорогие друзья, конечно, вот, когда на соревнования идешь, мы приезжаем туда, там они спят на градусной площадке или играют вот в этой штуке. А у нас ничего нету. Я тебе даю слово, что мы сделаем. Сделаем, все. Слово предоставляется, забыл, фамилию, знаете. Меркулов, пожалуйста. Все. Косырев, Виктор. Меркулов. Ну, я прежде чем хотела сказать, что микрофон у вас есть. Не знаю, что да, я вам не нравлюсь. Работу, конечно, признать у двору творителей. Особенно надо отметить, смотреть, про что зрение. Работу культторга. Галина Николаевна, настолько старательно. По-моему, ей проходит неделю, чтобы она не присводила и не сказала. Вот там будет проводиться кто-то. Поедете, не поедете. И так далее. Трудно, не сказать. Спасибо. И так же. Безусловно, а вот всего совета. Нижняя Александра Петровича. Один Александр Петрович, чего стоит. У каждого поможет домом, с каждым повеседует. И так далее. Значит, что касается целой аппетитарской организации. Конечно, надо всегда иметь в виду, что это все-таки далеко уже не комсомольская организация. Что не каждый может пойти в школу там и так далее. Надо учить. Возраст. Сколько вы сказали? Восемьдесят восемьдесят пять лет. Но тем не менее, с учетом возраста, надо пользоваться все-таки ветераны, в меру возможности. У них опыты много. Они могут. Имеют возможность чем поделиться. Это тоже надо иметь в виду. Но я хотел отметить вот такую вещь. У нас есть управа, у нас есть муниципалитет и даже муниципальные заправления. Я помню статью Шатину в газете, где он отмечал, что за муниципалитетами будущее. Да, Федор Петрович? Я так говорю. Ну вот вам, пожалуйста. Ульдор Хармин, зовут, говорил. Вот, болею. Значит, я уже не могу назвать, да? Поехали, да. Поехали, да. Ну, поехали. Но многие такие, которые в состоянии прыгать все эти переходы в метро. Что? Муниципалитет, мы в состоянии сукровать. Обеспечить транспортом. Хотя бы зачастить их плату. Пенсионерам, инвалидам и так далее. Конечно, с постоянным. Если один, кстати, с учетом всех организаций города, я имею ввиду муниципалитет других районов. Ведь вы посмотрите, каждый год обновляется плитка, хорошая плитка на механус тех труда. Хорошая, да хорошая. Тратится колоссальные деньги. Так, может быть, смету пересмотреть, когда она составляется, на тот момент. И посмотрите, понадобится менять сегодня эту плитку, которая еще шесть лет поставлена. А эти деньги пустить на транспорту. Наверное, всякое разумное предложение, в части пересмотра направления сметы на это, на это, на это, на это. Там много статей на транспорте. Я думаю, что если к этому подойти в творчестве, то решение вопроса можно идти. И бедные старушки и старики, которых с удовольствием поле пошли, но не могут перепрыгнуть все эти трибоны в ледо. Подвезли их, они с удовольствием пошли. Я правильно говорю? Правильно. Правильно. Слава Богу. Спасибо за поддержку. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ И вот такой вопрос. Тоже он, в принципе, простой. Четырнадцатый на него, к примеру, это вообще полный на него. Одни высокие, а деревья, извините, не то, что в старом городе. Там в каждом дворе практически скелет. У нас бульварная зона, она вверх, но там же пока, к сожалению, и на нашу жизнь там не будет земли, где посидеть, отдохнуть и подышать свежим. АПЛОДИСМЕНТЫ Редом из 14-го век района резко в Солнцезгорском районе. Неужели Москва, которая отдала такую же романную территорию, под новую Москву, не сдаст валенту, я не знаю, сколько талантинов, которые бы даже силами компрессионеров можно было благоустроить, куда можно было прийти и в хороших погодах можно чуть-чуть посидеть и отдохнуть. Решаемый патрон, решаемый. Вот так они должны править. Примите, я так святую. А в протоколе сахарников надо записать эту просьбу властям города. И только помочь новому городу, который не имеет тех возможностей, которые в старом городе, по мере возможностей, решить. Спасибо, Семен Сергеевич. Вот поэтому мы сегодня решили после собрания провести отчет депутатов. Вот такие мы дадим вам таблички, просим вам дать свои предложения по благоустройству территории. Надо потом спрашивать, если я тебя обещал, потом спросить. Дмитрий Иванович, я думаю, я ничего лишнего. Не, 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 не. Не, молодец. Спасибо. Спасибо. Дорогие друзья, слово для заключения представляется председателем первичного терраса капитации, товарищу Александру Ильичеву Голуну. Пожалуйста. Я несколько пришел, сразу ничего там. У меня от кого обидели с этим. Так, на рестанте. Ну, у меня еще не научили. Стоят, я знаю, слишком ездить. Я весь слишком человек. Не жили я откуда входить. Каждого на дом. Я ходил в одно время, когда были только их немного, было. Было у меня игроков, председатель Совета Великой Ельиния. А я у него помню. Вроде как, все не стихли. Всех обходили. Приходите к нам, не доставайте к нам, получилось. Никто не пришел в ветеранах. Я не могу там. Мы не можем обойти где-то. Да? Они у меня списки есть. И уже не трудно прийти к нам в Совет ветеранов, чтобы попросить. Вот давай, чего вам так? Вам можно? Как? Что? Чего? Никто их ни один нет. Не огрызайся, скажи, что в бедном этом все? Есть второй вопрос. Врату вы ездите. Есть второй вопрос. Я упустил в своем докладе. Я не стал записываться так. У нас в школе заключено, соглашение заключено. И мы со всеми в школе. И составим два на 14-15 год. Он у меня долго находится. Это у нас все есть уже. Мы составили и все есть. Так что, хочет ли говорить еще? Спасибо. Спасибо. Товарищи, ну тут можно критиковать, если критиковать, вам много не надо. Дело на это знать, что 14 районов выступил инициатором. Вот уже 10 лет проводим акцию, да? Никто не забыл. Ничто не забыл. 14 районов. Пионеры идут отлагать пионеров. И школы все. 14 районов. Большая работа проводится. Давайте. Слово для принятия решения предоставляется Лопанову и Юрию Александровичу. Заместителю. Решение отчетно-выборного собрания Федеричной ветеранской организации 14 района от 18 февраля 2014 года. Заслужил вам судим доклад. Председатель Совета ветеранов Федеричной ветеранской организации 14 района. О работе Совета ветеранов в период с 1 февраля 2012 года по 18 февраля 2014 года. Собрание постановляет. Первое. Признать работу Федеричной ветеранской организации 14 района за отчетный период. Выникло вступление в предложение удовлетворительное. Есть другие предложения? Нет. Нет. Признать удовлетворительное. Кто за это предложение, прошу проголосовать. Воздержались против единогласия. Второе. Основные усилия в работе в будущий период сосредоточить на изыскании и реализации резервов повышения качества жизни пожилых кульковчан 14 района. С этой целью в период с февраля 2014 года по февраль 2015 года продолжить обследование условий жизни каждого участника Великой Отечественной войны, ветеранов Великой Отечественной войны, вдох участников войны с целью определения конкретных мер социальной поддержки, уделив особое внимание одиноким и держателям, ответственным председателем первичной ветеранской организации, председателем комиссии по социально-бытовым культурам и срокам вести. Третье. Советы ветеранов первичной ветеранской организации внести изменения и дополнения в собственные планы по подготовке к празднованию 70-летия победы в Великой Отечественной войне и организовать их неугонное выполнение. Ответственный председатель первичного совета и секретарь. Срок до 10 марта 2014 года. Четвертый. Особое внимание уделить подъему активности и эффективности работы в первичной ветеранской организации, корне улучшить персональный учет ветеранов, добиваться ростом учтенного числа ветеранов, перевести учет ветеранов на электронные носители. При этом следует поднять роль института представителей ветеранов по подъездам, домам и группам домов. Ответственный председатель совета операторов совета председателя комиссии старшего по домам и подъездам. Пятый. Совместно с органами здравоохранения районному совету ветеранов принимать активное участие в проведении ежегодных диспансерных осмотров инвалидов в том числе и на дому. Осуществлять тщательный отбор ветеранам для предоставления различных форм социального обслуживания, медико-социальной реабилитации над домом, службы сиделок, мобильная социальная служба, системы тревожная кнопка, отдыха в пансионате Никольский парк и социальной реабилитационной церкви, ветеранам войны вооруженных сил. Ответственный председатель комиссии по медицинской работе и председатель совета. Срок весь период. Шестое. Шире. Использовать подготовку к 70-летию Великой Победы в день патриотического испытания. Учитывать в работе, особенно с молодежью, то, что патриотизм – это духовное богатство людей, формирующееся на основе исконрастных традиций, преемственности поколений и формирующееся на основе и умений любить свою Родину, трудиться на ее благо, защищать честь, свободу и независимость. В соответствии с образовательными центрами, имеется в виду школы 14-го района, активно включиться в работу по выполнению планов совместных предприятий школ 1151 и 1149 и первичной ветеранской организации по патриотическому, духовно-нравственному и гражданскому воспитанию школьников района. При этом принять активное участие в акции. А. Вахта памяти 22 июня, 4 часа утра. В. Возьмемся в зарытые друзья 9 мая 2014 года, посвященные 69-й годовщине Победы. В. Тематический вечер, если отступать не нужно позади Москва, посвященной 73-й годовщине битвы за Москву. В. Проведение бесед. В. Обязательное проведение бесед. В. Проведение бесед. В. Проведение бесед. В. Проведение бесед. О.íamos. В. Проведение бесед. В. Победение бесед. Победы в 2013-2015 год. Ответственный председатель Совета. Срок марта 2015 года. Спасибо. Дорогие друзья, есть предложение Ваше включить, создать 2015 год, год году ветеранов, правильно? Давайте создадим аллею, вот это, чтобы там ветеран мог посидеть, погулять, аллею ветеранов. Запишем это все. Есть предложение принять это в целом, да? Кто за данное предложение, прошу голосовать. Все? Главное. Так, есть предложение и принять сейчас решение по поводу Вашего решения? Все, я предлагаю. Давайте по ревизионной комиссии. Проект решения ревизионной комиссии первичной ветеранской организации 14-го района начнет и выбран в собрании это 17 февраля 2014 года. Заслужил обсудить информацию в докладах председателя Совета комиссии КУПСа Ванны Феликсовны. По вопросу о работе ревизионной комиссии за отчетный период 2017-2014 года в собрании первичной ветеранской организации 14-го района. Постанавливаем первое. Доклад комиссии и утвердитель информацию принято в среде. Все, спасибо. Кто заданное предложение, прошу голосовать. Председатель информации принятия информации. Пожалуйста. Приступаем к выборному составу правления. Советую. Советую. Есть предложение избрать совет в составе 14 человек. Нет предложений? Нет. Давайте конкретно. Егоров, Лобанов, Корягина, Кулагина, Рыгвозинша, Сюрух, Клевакина, Артемий, Вербунова, Борисова. Борисова. Вот, по-четому, да? Борисова. А вот. Чилов, Куксов. И мы включаем героя России, который живет в Четзыровце 23, квартира 103, 12 этажа. Мезаха Владимира Чингучи. Это адыгеец, он герой России, живет в нашем районе, мы только недавно узнали, что герой России. Он слепой. Ему исполнилось 85 лет. Я вам скажу, вот я подочитываться. Вот заслуженный летчик, полковник сидит. Он его друг, тот летчик испытательный, и этот военный летчик. Мы тоже. Не раздражайтесь? Он будет работать. Он будет работать. Кто за данное предложение? Прошу голосовать. Есть. Все. Вербунова. Есть. Так, товарищи, есть предложение? Есть предложение избрать состав ревизионной комиссии. Фукш, Ваду, Фереш. Пошли. Можно? Пожалуйста. Да. Пожалуйста. 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 Брат народа, номер один. Мы забыли, на парадинском поле. Мне здесь очень понравилось выступление Героя России. Очень понравилось. Настолько аргументированно. Я бы хотела предложить в совет еще одного героя. Практически, это Герой России. Это Виктор Георгиевич Косовев. Он выступал. Он выступал, мы его все видели. Мы планировали, но он что-то не хочет. Он не хочет. Почему? Ну как? Я уже на протяжении собрали. Он прошел. Так, тихо. Тихо. Товарищи, поступило предложение? Все. Поступило. Будем возложать, нет? Нет. Кто за то, чтобы Косовев Виктор Георгиевич был составлен в управлении, пожалуйста. Все, спасибо. 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 Значит, дорогие друзья, на этом собрании мы закончим отчетно-выборное. Мы сейчас останемся, останемся, мы отчитаемся перед вами. Кто? Человек сказал. Кто? Нет, нет, нет. Выступать нет. Все. Садитесь. Выступать уже все. Было предложение. Все. Пожалуйста. Приступаем к отчету. Нет, все остаются. 15 минут. Все остаются. Так, тихо. Уважаемые избиратели, уважаемые приглашенные, мы депутаты первого избирательного округа, это весь 14-й район. Сегодня проводим первый раз перед вами отчет о своей деятельности. Я, Павлова депутат Ирина Владимировна, заведующая диблиотеки в нашем районе. Здесь присутствуют Виктор Иванович и Александр Сергеевич. Не представляю, вы уже знаете, представлю попозже. Сначала я хочу вам сказать, что вся деятельность депутатов соответствует уставу, то есть проходит по уставу муниципального округа. И устав определяет наши обязанности. Вот наши обязанности следующие. Присутствовать на заседаниях Совета, не реже одного раза в месяц вести прием населения, своевременно рассматривать обращения граждан, отчитываться перед избирателями за не реже одного раза в год. Вот это мы сейчас и делаем. Присутствие на заседаниях наша основная обязанность. По регламенту, может, у Совета депутатов может его заседание проходить один раз в квартал, то есть четыре заседания. В 2013 году было проведено 14 заседаний, потому что в Хрюково очень много работ, и она ведется. Это говорит именно об этом. И у нас, конечно, есть по одному, по два пропуска этих заседаний, поскольку это связано с командировками, с отпуском, но и ни разу с болезнью. Прием населения, это отдельно расскажет Александр Сергеевич, отчет перед населением один раз, не реже одного раза в год, это то, что происходит сейчас. В прошлом году, за 12-й год, мы отчитали следующим образом. Мы написали отчет, его разместили на сайте. Это очень неэффективно, поскольку сайт прочитали, ну, эти отчеты мы друг друга прочитали, и больше этого никто не видел. В таком формате мы выступаем впервые, потом мы должны определить, эффективно это или нет. Вам были предложены вот такие вот листочки. Это большая листочка, где вы можете в течение нашего отчета написать в свои предложения по благоустройству района, а потом они все будут рассмотрены, потому что так мы будем знать, как нам работать. Потом у вас есть вот такой листочек, где написано, хотите ли вы быть, участвовать в активе жителей 14-го района, немножко объясню, что это такое. В общем, это ни к чему не обязывает. Нам нужны люди, адекватные, разумные люди, с которыми можно советовать и принимать решения, потому что у нас проходят всевозможные мероприятия, в частности, публичные слушания, на которые либо никто не приходит, либо приходит неизвестно кто, а потом получается, что как бы никто ничего не знает. Вот активы это люди, на которых мы можем опереться, можем позвонить и сказать, придите, поучаствуйте в публичных слушаниях, чтобы потом было ясно, откуда что происходит. И вот такая моя узенькая бумажка, где адрес сайта, где вы можете прочитать документы и увидеть заседание. Все это там снимается и размещается на сайте. В частности, сегодняшний наш отчет вы увидите там тоже. Значит, это вот то, что я вам хотела сказать сначала. А сейчас я хочу вам сказать, что в нашем округе пять депутатов. Мы тут присутствуем втроем. Я хочу сказать, что вот из пяти депутатов три депутата это председатель очень ответственных комиссий, которые определяют работу Совета депутатов. И вот первый, сейчас, минуточку, Александр Сергеевич, да? Да, вот как раз Александр Сергеевич, я зачитаю комиссию, председателем которой он является. Александр Сергеевич Астапов, председатель комиссии по организации выборных мероприятий местного референдума, взаимодействию с общественными объединениями и информированием жителей. Это очень важная комиссия. И он как раз расскажет о обращении граждан. Уважаемые жители, сегодня мы собрались для того, чтобы с вами поделиться и своими успехами, и недостатками, и, наверное, своей болью. Потому что результат, если плохой нашей работы, он отражается в первую очередь на вас. И поэтому первое, что мы всегда основываемся в своей работе, это на организации встреч с вами. В данном случае это приемы, депутатские приемы. Чтобы не было сомнений, приемы мы ведем согласно графикам. Здесь 14.44, кабинет номер 14. Мы всегда в давние дни, когда мы там указаны, мы находимся там. Второе, можно подавать вопросы через интернет, на муниципалитет. Но тут с ответом посложнее. У кого есть интернет, у кого нет, кто умеет им пользоваться, кто не умеет им пользоваться. Но, по крайней мере, это те формы, которые реальны, и в которых мы можем решать. 14.44 недалеко находится от каждого дома. Не такой уж это огромный микрорайон 14. Поэтому прошу, если есть у вас вопросы, мы всегда готовы вами встретиться. И, по крайней мере, те вопросы, которые к нам приходили, мы все постарались решить. В той мере, в которой мы это имеем, право и уборки. У нас за истекший 2013 год обратилось 35 жителей по разным вопросам. Это такие вопросы, как лавгаев, уборка в подъездах. Это вы, я думаю, сами свидетели, что с утра кто идет на работу, кто в магазин, замечают, что своевременно уборка в подъездах не делается. Учитывая даже те подъезды, где сделан уже ремонт. Неудовлетворение на состояние подвала 14.48 было. И плюс нарушено в четвертом подъезде отопление верхних этажей. Вопрос закрыт. Вели порядок с этим делом. Вопрос, один из которых решался, это жилищные вопросы. Один из острых вопросов, который стоял, это корпус 4.45. Мы поприсутствовали на общем собрании жителей этого дома. Ну, и сделали очень хороший вывод. Да, согласно законодательству существующим, мы можем только смотреть со стороны, что-то сказать, но принять какие-то меры мы пока что не имели. Сейчас произошло некоторое изменение в законодательстве, где мы уже как-то можем участвовать в работе этих жилищных структур и плюс еще заслушивать компании, которые обслуживают данный дом. Причем есть конкретный документ, приказ мэра города по тем вопросам, которые данные компании в пределах, которые находятся в обслуживании этих домов, должны считаться. Поэтому здесь идет конкретный спрос и конкретный ответ. Но этот спрос зависит во многом от тех вопросов, которые вы нам задаете. Мы там, и нам зачастую решаем эти проблемы, потому что мы, наконец, получили прямой контакт с руководителями, компании, обслуживающей эти дома. Стоял один из вопросов, довольно-таки сложный. Это устройство в стоянке у корпуса 1451. Это, я понимаю, желающих, тех, кто имеет автомобили, чтобы машина стояла под домом. Но, увы, дом – это наша общая собственность. И тротуары придомовые, и гостевые карманы – это такая же собственность всех вас. И каждый из вас, кто имеет автомобиль, вправе поставить там свой автомобиль. Люди захотели выделить свой участок, там оградили цепью, цепь срезали, потому что вышел указ мэра города, что это незаконно, и это правильно. Здесь, если человек хочет иметь машину и условия стоянки, есть гаражей. Если награда не такая же сложная проблема, хорошая, чтобы ее не решить. Но и здесь мы пошли навстречу решением этого вопроса. Сейчас этот вопрос рассматривается в управе, и если те нюансы, которые были указаны, будут решены, то, возможно, этот вопрос тоже будет решен. Но это всего лишь 10 машин. А у каждого в доме, а дом этот большой, больше машин. И он не решит вопросы стоянки автомобилей каждого жителя этого дома. Поэтому давайте думать совместно. Если есть вопросы по этому мероприятию. Ну и был один из вопросов. Вот в Ирлокране 444 есть такой полисадник, в скамеечке есть устроено довольно-таки уютное место, где можно жителей гулять со своими детьми, с внуками. Но, однако, в вечернее время, товарищи наши, более взрослые и взрослые, там устроили распирочную, распивали пиво и спиртные напитки. Эта лавочка была прикрыта. С помощью опять решения депутатских усилий, привлечения туда лиц ответственных за состояние данного участка. Ну и поступали жалобы на работу химчистки в корпусе 44-43. В результате беседы с хозяевами этот химчистский вопрос на сегодняшний день пока что решен. И, по-моему, дополнительно не появлялось ни у кого никаких проблем. И вот эти вопросы мы решали. Но одним из недостатков решения этих вопросов, я считаю, листоя, потому что во многих вопросах приходилось разбираться, а не листосово, но это вот низкая активность наших детей. Потому что мы весь депутатский корпус, пять человек у нас, по максимуму пытаемся решить эти вопросы, а вот обратной связи мы пришли с нами с проблемой, решили, а как она дальше? Она повисла. Или решена-то окончательно, или есть дополнительные какие-то предложения? Непонятно. Потому что люди... Мы потом связимся по телефону, ищем их, находим, и получаем какой-то ответ. Но если человек обрадился, вот такая-то проблема, он должен сказать, решена она или не решена. Если решена по его взглядам или взглядам жителей, которых он представляет, то необходимо применить другие силы. Сейчас вы все знаете, что прошло много изменений с муниципалитетами. Одна из них, что вышла в закон 39-й города Москвы, по наделению органов местного самоуправления отдельными полуночиями города Москвы. На стране которой мы проводили, в соответствии с этими трениваниями, участие в ряде мероприятий. Это, например, участвовали в открытии и закрытии объектом по утвержденному графику. То ли, что право составляет график производства ремонта, производства наведения порядка в придомовых территориях. Этот график расписывается среди депутатов, где мы участвуем в обсуждении этих вопросов, и открываем заказ, когда они готовы документально, предъявить, что они готовы к работам. И здесь нам нужно, и зачастую, ваше предложение. Мы, у кого успели, спросили, кто в интернете подал, кто приходил к нам. Мы эти вопросы включили в эту работу. И на сегодняшний день, по крайней мере, на следующий год, нервы одного вопроса, который подавали жители района, который не включен был в эти работы. Дальнейшая задача, вот это уже принятие этих законов, и недостатком по предыдущей работе, по этому плану, было следующее, что, во-первых, не удерживались строгие в выполнении этого ремонта. Допустим, начато должно быть 14 марта, закончено 14 июля. Однако оно только в июле началось, и закончилось, уже, извините, в октябре, в ноябре, под заморозом. Это одно, а в другое тут же прибегают, вот, придите расписаться за объект. Вот, естественно, мы идем на объект, сделан он или не сделан, так, как это требовалось, согласно плану. И мы не принимаем его. И некоторые объекты до сих пор не закрыты. Идут под другую уловку, дурлой от другого депутата нашего округа, который не в курсе того, что принималось. И он иногда подписывает. Такое дело было. Сейчас мы эту работу провели на довольно-таки серьезном уровне, и за каждым конкретно запределены определенные участки. И никто другой не имеет права, кроме того, кто принял эту работу к исполнению, подписать. Я считаю, это правильно. У нас довольно-таки серьезный депутатский коллектив, который ответственно к этому относится. Я могу вас уверить, что просто так, такая деятельность не пройдет больше. Ну и в следующем, это мы получали, то, что я говорил от вас, много дополнений, изменений в благоустройство домовых территорий, вносили изменения, вносились в адресные перечни, и также вносились изменения по детационарным объектам, и это тоже распределено между депутатами, которые отвечают конкретно и лично за проведение этой работы. В течение года, который прошел, было принято после ремонта 4 подъезда, это 14.02, 14.03, по 2 подъезда в каждом доме, 38 дворовых территорий. Это включая вот эти садики домовые, олейки, которые ремонтировались, бордюры, дорожки, которые проводились. Все это проводилось согласно плана, и на данный момент 38 дворовых территорий подпризано. В конце года было принято проект расширения подъездных путей в магазин корпуса 14.71, и запланировано выполнение работ по первому этапу обустроить от народного парка 14.00 корпуса. Это корпус между 14.45 и 14.47. Это тот участок, о котором все говорили, вот народный парк, в котором можно будет обустроить место для отдыха. Но это только начало, это не вся дорога. Это только то, на что в этом году выделены деньги. На следующий этап, в следующем году выделяется, и оно будет включаться поэтапно в план развития района. Кроме всего прочего, здесь уже говорилось, началось активное обследование квартир ветеранов, которым необходимо оказать содействие в ремонте их помещений. Обследовало три, на сегодня по плану, три квартиры. Это по адресам 14.43, 14.32 и 14.54. Один ветеран, Селиванов, отказался от ремонта. Ну, остальные включены в план ремонта за счет муниципальных резервов и управленных. Кроме всего прочего, вот те подъезды, которые будут ремонтироваться, сразу вам довожу, что они будут делаться в счет управляющих компаний. То есть, здесь дополнительных поборов и сборов не должно быть. Это идет работа по плану управляющих компаний. Поэтому вопрос о совместном взаимодействии при решении всех проблем, которые у нас возникают в районе, это наш совместный вопрос. И мне хотелось бы еще раз обратиться. Доверяйте больше депутатам, пребывайте, если возникают вопросы на приемы, и поднимайте эти вопросы. Потому что самое больное, когда приходит уже с запозданием, когда уже сделать почти ничего невозможно. И вот мы под руководством Веры Сергеевны зачастую изыскиваем почти невозможные ситуации, для которых надо решить данный вопрос. Потому что нерешенный мы его ставить не можем. Вам надо дать конкретный ответ по решению данного вопроса. В дальнейшем у нас предвидится большая работа в плане того, что сейчас будут изменения как строительство муниципального собрания и убрав. Поэтому здесь вам, наверное, надо отслеживать эту ситуацию и при возникновении каких-нибудь спорных вопросов мы готовы воспринять то, что мы можем объяснить. Мы объясним, если надо, мы соберемся с управой для того, чтобы объяснить с Южной жителем те проблемы, которые могли возникнуть на данный момент. Так что из этого все получается. Мы, муниципалитет, это та прослойка, которая между существующей власти управления и вами. Мы ваш голос, поэтому мы вас просим, чтобы вы были достаточно звучащим вашим голосом, приходите к нам, и мы будем решать эти вопросы. Вопросов много есть сложных, не совсем решаемых, но решить их можно совместно и только совместно. Если мы будем чувствовать вашу поддержку, а вы то, что мы внимательно относимся к вашим вопросам, я думаю, эта работа будет более результативна и более понимаема собой встанно. Спасибо большое. Так, дорогие друзья, 4 марта 2012 года жители 14 района и 18 района корпусов 18-18, 18-24 по многопонтактному округу номер 1 избрали меня депутатом в муниципальном собрании. Но это не первые мои выборы, я с 2000-2000 года депутат. Главная задача моя как депутат заключалась в том, чтобы исполнять свою программу, намеченную в 2012 году. Вот программа моя, которую я выполнил. Сегодня чистость перед вами, дорогие друзья, должен сказать совершенно точно, определенно, возорная на меня задача практически была бы главная моя деятельность, на ценность на человека. Так, тихо, Саша, Александр Петрович, Александр Петрович, выйдите, говорите. На ценность на человека. Приеду вам, например, недавно к нам с любовью обратилась женщина, ногу ей отрезали, найдите коляску, мы подарили, мы подарили с ней колеску, так? К нам обратилась другая женщина, 41-й год рождения, живет в 1462, Титова. Вы знаете, творят на ней какие безобразия. Мы вот сейчас связываемся с этим с уполномоченным, с участковым и решаем эту проблему. Дальше, на ценность на человека благоустройство района, вот то, что я говорю здесь, в Донберг, вот в США, благоустройство района в Вильнии. Я построил 1110 в гараже. машинницы в дворах убрали часть, но они, слава Богу, я радуюсь, когда в дворе появляются машины, начали нормально гулять, да? Но тем не менее, 1100 боксов. Мы посадили свыше 200 рейков. Вот Александр Сергеевич говорил, что, Сергей Семенович, Семен, вот он обратился к нам, а сейчас же мы на депутатском собрании долго спорили, как сделать это, чтобы отдыхали. Да, мы сделаем, мы сделаем это, мы много раз сажали, мы с ним сажали деревья, посадили 73 яблони, которые я лично купил на свои деньги. Вы знаете, 10 кто-то выкопал и ввез себе. Натальчик, ну? Ну, или, ну, так. Обустроены подъезды дома 1462, мы с Вера Сергеевна там много работали. Выполнил там дорожка, чтобы дожить. Обустроены подъезды дома 1467. На мой взгляд, имеет большое значение вот строя и создавать рабочие места. Мы, вот, например, я создал 20 рабочих мест для малой мучки и для пожилых людей. Вот тут я первое. Получаю, бережки. Работа с оселением и стремимся создать комфорт на ней жизни. Так, на сегодняшний день я возглавляю ветеранскую организатору району Грюкова, который насчитывает 6122 человека, да? 6122 человека. А вы посмотрите, какие у нас председатели пересчитаны. Ина Ковышкина, любого образа. Это Анатолий, Емчин. Вот они все здесь. Они же здесь. Мы как единое семья. У нас в районе проживают четыре героя России. В нашем районе там четыре героя России. В Зеленоградине вот один из них здесь. Его друг, капитан Адмирал. Он там где-то стреляет на работе, да? Мезов. У вас здесь живет герой России. И еще молодой герой России. Проводим такие акции при помощи 14-го района. Вот есть такая профессия Родину защищать. Вахта памяти Дни воинской славы. Сейчас мы планируем вместе с Александром Медичем провести такую акцию. Возьмемся за руки, Я не буду рассказать, что это такое. Начали планировать такую акцию как волонтерское движение. То есть то, что я обещал, что каждый перечень транскоризации мы дадим по два-три студента. Вот и Александру Дмитриевичу всем уже это длины студенты, которые будут к вам. Телефоны есть? Они будут нам помогать. При выполнении пузарских полномочий в число смене жизни мы опираемся на народную общественность. Прошел год со временем выборов. Мы сейчас знаем, в каком направлении необходимо работать. Первое, что надо чаще, если сейчас, чтобы не было таких, вы меня извините, чтобы не было таких участников Великая Отечественная Немного Яплана. Извини, пожалуйста, я тоже участник, только не во время, а в году. Всем гражданам обращаться к депутатам. Обращайтесь к тем депутатам, которые работают. Правда? А если вы работаете, чем вам обращаться? Обращайтесь к депутатам. У нас замечательный председатель Вера Сергеевна. Она никогда не даст победу ни одного человека, присутствующего здесь. Я много бы говорил, сколько подъезов, отремонтированных, сколько отремонтированных. Вот лучше задайте нам вопросы. Задайте нам вопросы, и следующее мы через год сделаем опять отчет о нашей работе. Но уже потому, что мы сегодня сделали 100 растающих. Хорошо? Все? Все, Валентина. Имеете ли право здесь ЖКХ приглашать скалолазов и вырезать стекла в квартирах и искать недостатки? Искать уже 40? Я не знаю. Валентина. Валентина. Я была на даче. Приезжаю с дачи под вопросом. Залело мою квартиру. Это дважды. Они не обнаружили, что это нарушение в моей квартире. А вырезали. А вырезали стекла у меня. А я являюсь. Я не странно. Я отечественную. Я же там общий прокатюшек. Первый защитник Родины. Умница. Значит, товарищи. Вера, запишите. Запишите. Фамилию и адрес скажи, пожалуйста. Так, еще вопрос. Спасибо. 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 Продолжение следует... 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 В российский приемный, приемный России. Но что вы видите? Нет, когда написали, что вы говорите. Я знаю, куда родиться. Повыше напишу, я вас на корзунки. Вы тоже пенсионерка, тоже ветеран. Грязный подъезд. Собирается по 20, по 15 человек, распивает алкоголь. Молодец. Дорогие друзья, у нас участковый с ней, Рома. Произошла кража, но жулик не знал, что установлен камеру. Не видел. И мы пригласили Рома, говорим, у вас жулик, и через водя его спать. Все сделали. Так, еще вопрос есть? Нет вопроса. Пожалуйста, останьтесь членами совета, остальные могут быть свободны. Спасибо вам большое.